Вместо вступления Данный обзор пройдет скорее в формате подкаста, то есть в рамках неких личных рассуждений и персональных размышлений по ряду ключевых тезисов, которые успели накопиться за время игры. Эдакий поток сознания, монолог. Начнем, а там посмотрим, куда нас это занесет. Коротко об авторе. Жанр люблю. С жанром давно знаком, ровно как и со студии, ранее носившей название Silicon and Synapse. Так что бессонных ночей, недель, месяцев и лет за методичным перемалыванием ордразной нечисти проведено немало, не только на просторах санктуария, но и прочих миров. К сути. Идея записать данное видео пришла спонтанно. По итогу 10 дней с момента запуска игры и чуть более 70 часов, проведенных уже в ней. Что самое забавное, посетила она меня ровно за пару секунд до официального анонса патчноутов обновления 1.0.3. Закон Мерфи, он такой. Посмотрев по диагонали все грядущие изменения, было решено не отказываться от изначальной идеи, хотя некоторые из озвученных ниже тезисов уже обратили на себя внимание разработчика. Ну, либо наметился явно тренд к тому. Отдельно отмечу, что планов на четвертую часть, близкой и по-своему любимой мной серии изначально не было никаких. За ее развитием я не следил, в ЗБТ и УБТ не участвовал, а релиз и вовсе не застал. Лишь спустя практически две недели с момента выхода игры, и то по случайному стечению обстоятельств, так сказать за компанию, спонтанно обнаружил себя на загрузочном экране, разглядывая крепкого лысого бородача друида. Передайте кстати привет Кириллу, это все его идея. Что имеем по итогу 70 часов, проведенных в игре? Есть 72 друид, мой любимец со времен Диабло 2. Собран через лайтинг, естественно на Т4, максимально закрытый мной уровень местного рифта 25. Из этих 70 часов геймплея прохождение сюжета заняло около 30, а следственно имеем порядка 40 часов хайенда в сухом остатке, ну и так же список тем на поговорить, что накопились по итогу личного игрового опыта за это время. Начнем с общих. Техническая часть. Оптимизация у игры адекватна, что в целом не редкость для продуктов компании. С этой задачей они зачастую справляются более чем приемлемо. На моем далеко не топовом железе перформанс игры на ультра настройках графики с поднятым стримом, записью и разным утилитарным софтом на фоне каких-либо нареканий и существенных претензий не вызывал. Даже в пате. Даже в толпе на ворлбоссе или ивентах в окружении множества свистоперделок от прочих игроков. Да, заметны и очевидны подгрузки при смене локаций, зон, городов и регионов. Причем каждый раз. Что наталкивает на мысль об отсутствии локального кэширования данных на стороне клиента, либо же о его незначительной реализации. Утечек оперативной памяти, однако, выявлено не было. Критичных глюков, багов не замечено. А краш клиента один единственный раз за 70 часов и тот ровно перед началом данного обзора. Мне встретилась буквально пара-тройка минорных гличей, связанных с поведением NPC. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА на этом по данному блоку все сюжет игры и основной кампании сюжет оценивать я не берусь ровно как его подкрепленность и обоснованность лором сеттинг да он есть разбавлены постановочными кат-сценами и разного рода сценарно-режиссерско-драматургическими потугами современных авторов злой злодеи геройский герой трагичная трагедия серая мораль открытый финал за делом на сиквел и и далее по списку ничего казалось бы нового да и особо выдающегося однако чек-лист заполнит атмосфера да вроде как и есть ведь местами мелькают узнаваемые образы персонажи локации бестиаре привет нелюбимые мной оса из диабло 3 но при этом как-то жаль что местные фулины ни разу задиристо не крикнули раконишу а в какой-то случайной забытой таверне трактирщик не окликнул тебя постой и послушай указав рукой на бродячего мин и стреля играющего ту самую мелодию вот такому мой внутренний станиславский был бы рад и подобных маленьких эмоциональных крючков и корей у каждого наберется несколько я уверен как у вас так и у тех кто взял на себя роль автора ведь накопилось как иначе за столько-то лет поэтому если по факту а вот кликнула ли что-нибудь хоть раз за время игры вызвавшие настоящий резонанс внутри да вроде как и нет и вроде те же мы с тобой почти на все другое конечно это все лирик и сугубо на мой личный взгляд для игра такого жанра где очевиден упор на хай-энди где гринд и фарм имеют ключевое значение где ты по итогу можешь провести не одну сотню а порой и за тысячу часов процентная доля сюжета относительно общего времени геймплея как говаривал классик крайне мало да и атмосфера по итогу так или иначе приедается и затеряется в бесконечной рутине игрового процесса хотя примеры сюжетных арпега есть как настоящим так и в прошлом в данном конкретном случае как мы понимаем ориентир разрабами взят не на сингловое приключение а на далеко идущую перспективу игры сервиса с уклоном в мимо но ведь могли же пусть не для нас не для чужих глаз для себя потому что по-другому вовсе нельзя увы сложности с покупкой тему невозможности приобретения игры для учетных записей ru региона обсуждали ему солили много раз всем все ясно все понятно решение есть и не одно за всем вопрос снимается стоимость крупного три пола и продукта для современного рынка уже не новость тут скорее всего больная мозоль то что потерянные региональные цены привычные для нашей аудитории но и здесь всем все ясно все понятно морально-этическую же сторону этого кейса упустим каждый решает для себя ну что ж с общими темами закончили переходим к более ключевым и значимым билдостроение и томизация и иже с ними две безусловно фундаментальные крупные и плотно связанные области поэтому с них и начнем билдостроение лично для меня показалось прямым так сказать линейным без особой глубины и изящества давайте попробуем рассмотреть его по слоям первым слоем идут классовые деревья тут у нас стандартный суповой набор генераторы спендеры пара-тройка коротких кдшек разного назначения аля нюки баф и сейвы плюс ульта обычно привычным далее само собой напрашивается кастомизация и развитие самих обилок и вот тут то у нас явная халтура по моим меркам по сути всегда стоит выбор из двух стульев ну условно либо твоя обилка накладывает тут либо имеет низкий шанс дважды ударить либо увеличивает атак спид на пару секунд либо накапливает основной ресурс то есть всегда либо а либо б всего два варианта из которых жизнеспособным получается будет один не ну действительно чего собственно заморачиваться ультимативные обилки и вовсе не обладают вариативностью в своей прокачке не будем акцентировать насколько корректно данное сравнение но в том же диабло 3 выбор был из пяти рун мутатор а эффект оказываемый ими порой преображал и переворачивал обилку с ног на голову также в классовые деревья вновь прокрались отказники пассивки совсем не блещущей новизной представь любую вот первую пришедший в голову и ты с большой вероятностью угадаешь хотя я в тебе верю ты мог бы придумать и лучше тут тебе и процент урона по целям с каким-то статусом и процент крита в близи и процент урона когда рак на горе свистнет и шанс на что-то где-то после дождичка в четверг в конце дерева одна супер пассивка на выбор а-ля мастери призванное подчеркнуть и выделить ключевой концепт и механику билда ну по типу разгоняем волка оборотня или медведя разгоняем лайкинг сорку или некро петовода или же вовсе зачем мне пет и я хочу не красал в кастера кстати развивая концепцию мастери то есть эдакой изюминки видимо держащий на своих плечах всю инклюзивности дайверсити билдов словно атлант небо у каждого класса есть своя уникальная надстройка например у варвара таковой является оружейное мастерство дающие свои дополнительные пассивки при выборе и прокачиваемое за длительное использование предпочитаемого оружия у некроманта книга мертвых где можно выбрать тип и один из двух вариантов усиления для скелетов милишников скелетов кастеров и големов либо же вовсе принести их всех в жертву и отказаться от использования но получив взамен дополнительный пассивный бонус у моего же друида это таблица благословения духов где можно взять по одной дополнительной пассивки от местных сослика услика паукана и их подруги а после определив для себя кто из них вам более мил получить от него и вторую пассив насколько мне известно некоторым классом для доступа к этой системе требуется пройти классовый квест по крайней мере мне как друину приходилось однако не берусь утверждать за остальные глаз на этом все вторым слоем идут аспекты или же местные легендарные свойства аффиксы вот тут то стоит остановиться на подольше по большому счету они являются если не фундаментом то каркасом любого билда каждый предмет экипировки может обладать только одним аспектом к чему собственно вы и будете стремиться при развитии и формировании своего персонажа аспекты имеют свою классификацию по типу атакующие защитные утилитарные и как следствие некое ограничение на тип шмотки на которую могут быть нанесены но то есть для примера атакующие аспекты на условные ботинки намазать не получится но вот на палку на кибалку это пожалуйста при том у аспектов есть стопроцентный бонус к эффективности при использовании на двуручном оружии и 50 процентный бонус при использовании на ожерелье такое полезно учесть при распределении ключевых и особо сильных аспектов по гиру а вот правда других подобных бонусов почему-то на данный момент нет хотя это могло добавить своей глубины где взять аспект время за полночь и вам досталось два пути их получения назовем их условно основной и бюджетный основным я считаю извлечение аспекты из выпавший легендарной шмотки благодаря новому npc оккультисту который обитает в каждом крупном городе вы можете вытащить из любой легендарки аспект то есть ее легендарное свойство и сохранить его про запас для будущего использования при этом а и level базового предмета влияет и на уровень вытащенного из него аспекта это актуально для тех аспектов которые например наносят x единиц урона ну то есть один и тот же добытый со шмотки 50 уровня может наносить 500 урона а вот со шмотки 700 уровня уже 3000 урона бюджетный вариант это кодекс силы при первом прохождении различных подземельей в мире в награду вы будете изучать упрощенные то есть слабые версии некоторых подчеркиваю некоторых легендарных аспектов слабая не потому что там будут ниже цифры цифры шансов процентов или единиц урона а в остальном эффект идентичен на значке подземелья на глобальной карте имеется соответствующий указатель а также в самом кодексе силы сказано где добывается конкретный аспект приятный бонус в том что аспекты изученные в кодекс силы могут быть использованы неограниченное количество раз и не расходуются при применении в отличие от тех что добыты из легендарок последние соответственно одноразовые и повторно не вынимаются полагаю кодекс силы задумывался в целом как система актуальная на этапе прокачки персонажей и их ознакомление с билдо строением ну либо же на тот случай когда нужная лего так и не упала а эффект необходим даже в слабом виде и так откуда добывать аспекты мы поняли возникает логичный вопрос а что с ними делать ответ здесь простой с помощью уже известного нам npc оккультиста аспект можно намазать на рарку то есть на желтую шмотку и тем самым превратив ее так сказать в самодельную легендарку по большому счету данный процесс и лежит в основе сборки любого билда кстати повторно вытащить аспект из этой самодельной легендарки уже не получится их только кузнецу на разбор конечно любая выпавшая вам легендарка сама по себе может прокнуть с нужными характеристиками но тут уж как бог рандома пошлет поэтому чаще всего легендарные предметы выступают в роли доноров и разбираются на аспекты а вот вы вы идете искать подходящую для вас и вашего билда желтую базу предмет на которой уже и будет намазан выбранный аспект с нужными статами с хорошими роллами и оптимальную под текущий уровень развития сыпется их много разного уровня паршивости но автомобилей дропа так или иначе рано или поздно вам что-нибудь упадет зафиксировали полученную информацию о рарках поговорим о них чуть позже в целом идея с аспектами не так уж и плоха но вот свежий и новый назвать ее у меня не получается поскольку для меня она выглядит как куб канай на максималках все игроки диабло 3 меня поймут продолжаем препарировать наш слоеный пирожок билдостроения и на третьем слое обнаруживаем уникальный предмет уников на данный момент мало афиксы на них предопределены и ролятся только в рамках своих интервалов согласно и level он как и везде влияет на минимальной максимальной пороге значений вынимать уникальный афикс в виде аспекта со шмотки нельзя ровно как и реролить имеющиеся через оккультиста естественно эти предметы обладают наиболее выдающимися эффектами и скорее всего как раз они-то и задумывались разработчиками как та самая core основа вокруг которой и должны строиться билды другими словами в каком-то смысле именно они исполняют роль сетов из диабло 3 для тех кто не помнит и тем кто не знает сет бонус диабло 3 давал три дополнительных свойства можем считать их тремя афиксами или аспектами собственно именно эти свойства существенно модифицировали и определяли основу будущего билда но то было в диабло 3 а что у нас здесь давайте попробую объяснить на примере моего класса то есть друида в игре есть уникальный чест нагрудник перманентно активирующий форму медведя а следовательно перманентно активирующий все медвежьи пассивки и эффекты с ним связаны а также есть уникальная шапка натянув на голову которую все обилки ранее относящиеся к магии земли видимо от большого ума начинают считаться медвежьими а следовательно активируют и запускают медвежьи пассивки и эффекты с ними связан другой пример есть еще один уникальный чест но активирующий уже перманентную форму волка а к нему напрашивается посох который позволяет волчьим укусом за бачок активировать другой лайтинг умения друида и так далее и тому подобное не уверен как ситуация обстоит у других классов аналогично или иначе так как за них я говорить не могу но однозначно в этом всем проглядывается некая идея и заложены концерты поэтому полагаю что я прав относительно задумки и планов разработчиков касательно уник предметов хотя взглянув бил планер особой вариативности в применении уников или многообразия билдов я не увидел кто-то вовсе их не использует но тут на правду не претендует так как бил планер вовсе не официальный сыроват и написан третьими лицами повторюсь уников на данный момент немного ровно как и рабочих билдов потому для меня не станет большим удивлением если с началом первого сезона в игру будет добавлен пул новых уников по несколько штук для потенциально новых билдов задуманных разработчиками и вот весь дальнейший баланс и мета будет крутиться уже вокруг следственно сетов в настоящий момент в игре нет как я уже и сказал ранее сразмеримые с их эффектом свойства и задачи скорее всего будут возложены на уники да где-то там мелькали слова гейм-директоров что возможно их и введут в некой туманной перспективе в будущем но даже если попытаться представить себе что их как-то интегрируют в текущую систему ультимизации где каждая шмотка намазана каким-то аспектом выходит что с этого предмет должен будет обладать одновременно сразу двумя свойствами и аспектом и принадлежностью к сету то есть своим собственным дополнительным бонусом за собранный комплект плюс все это нужно будет подружить еще и системой уников в общем как и будет ли это реализовано на практике поживем увидим возможно например получится что-то в духе сетов борна гильды или кримзона с диабло 3 все они обладали общими универсальными модификаторами подходящими каждому классу но все это пока лишь мои домыслы с этим закончили и поэтому движемся далее к заключительным слоям парагон ну куда уж без него по личным ощущениям львиная доля пауэркрипа загнана именно в парагон он кстати открывается на 50 уровне персонажа и ныне представлен в виде дерева а точнее сказать сетки таблицы собраны из крупных блоков но и там если приглядеться сплошные статы до процентные пассивки разной степени крутизны есть серые узлы но простые в основном на плюс к базовой характеристике то есть к силе ловкости или интеллекту есть синие ноды чуть покруче процент урона процент крита или процент хп желтые наиболее ключевые сильные уже требуют определенных условий для активации по типу собери энное количество силы ловкости или вменяемости есть также и легендарные ноды но они чуть позже у каждого блока есть точки выхода для присоединения новых блоков поэтому на усмотрение игрока остается выбор прокачивать ли ноды внутри текущего блока или же скорее рашить на выход к следующим поскольку в каждом новом блоке после стартового имеется возможность выбрать легендарный нод который будет в нем находиться желтые ноды кстати жестко привязаны в пресеты совместно с легендарными что касается эффектов от этих легендарных нодов но на мой взгляд они здесь мало чем отличаются от аспектов с легендарных шмотов то есть те же яйца только в профиль кому любопытно поковыряться и посмотреть самому ссылку на билдер калькулятор я оставлю в описании идем далее и натыкаемся на легендарные самоцветы из diablo 3 да да они также перекочевали но слегка в измененном виде и теперь называются символы под них в таблице парагона предусмотрены свои слоты куда они вставляются после чего начинают увеличивать свою эффективность в зависимости от вложенных в радиусе и действия нодов прокачка самоцветов перекочевала также за исключением того что разблокировка доп свойств происходит теперь при соблюдении условий внутри таблицы парагона каких условий да все тех же собери энное количество силы ловкости или вменяемость но уже вокруг в радиусе действия вставленного символа а во при достижении софт к по прокачке на 15 уровне радиус символа увеличивается сами символы самоцветы мне нападали достаточно быстро причем я даже и не успел обратить внимание когда и из каких источников я их добыл на этом наше путешествие по слоям метафорического пирожка подходит концу нашли ли мы вишенку на нем или нет дело как говорится вкуса за сим предлагаю откатиться немного назад и вновь вернуться к теме и томизации видимо они все же стоит разговаривать отдельно и в рамках самостоятельного ролика или подкаста но попробуем закончить с основными моментами убран акцент с мейн стад знакомы нам по диабло 3 то есть собирать на каждой шмотке ловкость для рагуя или силу для варвара больше не нужно хотя они встречаются эти базовые характеристики теперь плотно обосновались в таблице парагона и дают общие бонусы по типу брони от силы или шанса крита от ловкости появились абсолютно новые характеристики незнакомые нам ранее например такие как лаки хит он же удачный удар укрепление и связанный с ним overpower подавляющий урон также выделены новые аффиксы под разные категории урон то есть введен отдельный модификатор на урон по замедленным целям и отдельный модификатор на урон по отравленным целям есть самостоятельный модификатор на урон по целям вблизи а есть на урон по целям вдали возникли из-за этого проблемы с балансом и тюнингом всего получившегося зоопарка стад я не исследовал да и за новостями не следил но не исключаю что на небезызвестных качелях от blizzard нас могут покатать а может и не раз имплиситы то есть локальные модификаторы характерные для определенной конкретной базы предметов они в игре вроде как есть но вроде как и нет сам факт их наличие можно было бы трактовать как намерение разработчиков попытаться в бейстайб гира но в текущем виде лично мной имеющиеся система ощущается как будто легкомысленная либо прикрученная уже в догонку и в торопях она априори весьма объемные несложно из кондачка не делается имплиситы присутствуют по сути только на поножах ботинках и оружие а на бижутерии и обхэндах числятся сугубо номинально заявлено их мало а то что есть не выглядит особо глубоким возможно данная система будет допиливаться далее а возможно нет но а пока халтура крафта шмота в игре нет совсем ни в каком виде кроме обмазывания рарок аспекты хотя казалось бы из тех шкурок руды и палок что добываются в мире да да мы теперь можем копать собирать бегая по локациям этот самый крафт напрашивается но тут аж не кузнецы умеют только апгрейдить шмотки несколько раз повышая их ай левел а следственной характеристики зато чтобы вы думали есть инчан зачарование абсолютно привычная нам тема из diablo 3 которые теперь делается через уже знакомого нам npc оккультиста то есть возможен рерол одного выбранного стата на шмотке на другой рерол дорогой и что самое неприятное требующий редкий ресурс добываемые только в рамках регулярного мирового события а значит добро пожаловать в open world где тебя ждут прекрасные живописные локации полный незабываемых приключений и увлекательных активностей но об этом позже также есть алхимик у которого из шести покрошенных и одного брошенного уха еретика можно наварить всякие фласки набав различных статы получаемого опыта эти фласки также дропаются и на пол так что под их эффектом при необходимости можно находиться перманентно однако не хотелось бы в какой-то момент времени столкнуться с тем что для мин макса перформанса фендгейме и крафта топовых расходников меня заставят намеренно идти и выдавливать гной прыщей из шкуры жопы дракона о чем в данном разделе также стоит сказать о страшном слове из пяти букв трейд легендарки и уники не трейдятся а обмен возможен только рарками и здесь мы весело и дружно деграду и назад лет так на 25 торговля в целом куда не посмотри проблемная область ну вот прям камень преткновения забавно что троичат в игре предусмотрен но по умолчанию выключена настройках да и там если честно днем с огнем как говорится при том что обмениваться то чем а за что продавать и за что покупать проще по пальцам одной руки посчитать что вообще возможно передавать между игроками чем озвучивать весь тот список запрещенных передачи предметов так что тут либо бартер либо голда ну либо раздолье для рмт выходит что потуги в мимо есть а вот трейда нет говорить о наличии или зачатках некой системы удобный аля аукцион торговая площадка или фиг с ним сидячих по городам барыг с облачками над головой ну так же не приходится что говоришь мальчишка кто-то там хотел олдскула ну ищешь бисовую рарку вперед по форумам дискордом и доскам объявлений фанаты и комьюнити конечно возможно и запилят какой свой диабло . трейд со всякими этими вашими фильтрами и сортировкой но опять значит фанаты смогут а у вас товарищи разработчики не получилось не фартанула четко пацаны вообще ребята умеете могете просто хотя ssf бояре смотрят на эти проблемы как на кхома и раз уж градус моего монолога ощутимо возрос самое время перейти к разделу претензии юай и quality of life аспект тупое голову тупого говна как сказал бы современник других слов тут просто подобрать невозможно потом позволю себе эмоциональную оценку в рамках данной темы и пройдусь по наиболее раздражающий меня вещам не отключаются уведомления о статус эффектах над неймплейтами врагов а в итоге постоянно насрано на экране то есть все эти надписи по типу обездвижен уязвимость оглушен без конца всплывающий над головами могу и при этом они еще и дублируются характерными значками там же над полосками хп из-за чего в толпе врагов порой не видно и террин землю под ногами а ведь там могут и будут находиться всякая дрянь и лужи в которой стоять ну крайне нежелательно ведь куда более очевидно сделать возможность соответствующего выбора в настройках игры хочешь включай значки хочешь надписи хочешь и то и другое хочешь вовсе отключи все это сейчас же там только флажок по цифре урона но ничего из вышеперечисленного полоса дебафов курильщика вроде как есть но вроде как и нет лишь крайне повторюсь крайне малая часть отрицательных эффектов там изредка мелькает на ум приходит лишь он хит дебафы накладываемые мобами из-за последнего модификатора в рифтах а вот критичные негативные статусы и дебафы по типу утраты контроля над персонажем это мы забыли отображение и сортировка аспектов в сумке и банке не иначе как в сратое по-другому и не назовешь отличить один аспект от другого на глаз невозможно в силу группового значка по типу аспекта а вот сортируются они неким общим списком приходится раскладывать руками почему бы не реализовать для них вкладку или некий стэштаб с интерфейсом в духе того же кодекса силы это же вполне очевидное решение но видимо ждем это в шоке то же самое касается и сортировки печатей ключей для открытия местных рифтов они сортируются по level общим списком и нет возможности фильтра в разрезе подземелий что неудобно если стоит конкретная задача рефарма одного и того же рифта аналогично здесь бы пригодился некий тематический стэштаб ну или вкладка не уж то и это еще одна идея для шопа куда-то забыли и потеряли подсказку в интерфейсе мчан то есть зачарование я про тот выпадающий список потенциальных замен неугодного аффикса ну что значит открываем на стороннем ресурсе планер калькулятор и смотрим по базе данных все возможные аффиксы для конкретной базы для меня вообще большая тайна как при миграции функционала своей же системы из проекта в проект можно было позабыть по дороге половину лут фильтра нет вообще нет отсутствует как явление есть рубильник либо вкл либо мулька и все по данному тезису лично от меня здесь персональная фу тьфу и дизреспект но не хочу я видеть голду на экране и камни не хочу и сини шмот и все рарки ниже т3 а также топоры молоты тотемы и прочую ерунду по которой вендор плачет хочу видеть место для шага вперед а не завалено невостребованным мусором горизонта да и в целом наличие такого функционала уже является само собой разумеющимся и даже не обсуждается причем не только в моей системе ценностей почему у кузнеца есть возможность разбора с фильтром по уровню качества а вот у вендоров аналогичного функционала нет интересный вопрос да у них есть возможность продажи всего мусора одной кнопкой ткнув по предмету с заранее установленным признаком мусор но только для этого необходимо предварительно протыкать данный признак на каждый предмет вручную складывается впечатление что представление ответственного разработчика ход процесса должен был выглядеть следующим образом сначала мы радостно осматриваем весь добытый лут в инвентаре переходя от одного предмета другому и по пути расставляя признак мусор там где однозначно ненужные вещи после чего с полной уверенностью за результат проделанной работы ты прям на любую из отмеченных мусорных шмоток и вуаля легким движением руки бесполезные брюки превращаются в элегантные монеты допускаю что данный сценарий возможен однако он не единственно верно да и улыбающийся из-за плеча вендора кузнец как бы намекает что возможных сценариев для юзери предполагалось как-то побольше и хоть подобные нпс в городах стоят обычно рядом друг с другом возможно ими занимались две независимые аутсорс команды находящиеся на разных концах земного шара и со строгим разделением зон ответственности кстати даже в имеющемся фильтре у кузнеца в категорию редкие попадают как простые рарки т1 так и уровня т2 т3 то есть священный и наследуемые в русской локализации что также ощущается как недоработка легендарки и уники вовсе фильтры не предусмотрены тут уж давай каждую ручками либо протыков по ним флажок мусор по уже известному нам сценарию что ж ты как же ты это не посмотрел да не поразглядывал свой лук не порадовался добычи хотя подождите ведь этот сценарий по моему домыслу был в уме у разработчика вендоров то есть двух независимых аутсорс команд могло и не быть либо они все-таки взаимодействовали но с фигой в кармане либо это все дело рук одного очень ответственного исполнителя в общем вопросов становится только больше из того что уже успели исправить в патч 1.03 было неудобство перемещения между кошмарными подземельями они же рифты они же ключи возможность портоваться в них через глобальную карту добавили ну вот пару часов как хотя и на том спасибо так как неделю приходилось бегать туда-сюда то на коне то под конем от городов под земельем и видимо только из-за желания разработчика поближе познакомить нас с красотами окружающего open world лично отбегал недельку тратя около одной трети игрового времени на пустое перемещение и мне хватило а кто-то бегал 2 а кто-то 3 помянем отсутствие главного хаба фиг с ним хайдаута по достижению хаэнда проблема также на мой взгляд вытекающая из open world объяснюсь поскольку дизенчант продажа перековка и вся прочая вне гриндовая рутина возможно только в городе значит нам туда дорога а логистика крупных городов зачастую неудобно и ключевые точки интереса кузнец энчантер алхимик сундук разбросаны так или иначе по разным углам по мнению игроков лишь у двух городов лаяуты с натяжкой можно назвать удобными это керригор и кет борду да и те не без своих проблем вот только есть один нюанс по умолчанию при телепортации кнопкой тебя портует в крупный город того акта которому привязана локация или подземелья так что либо открывай крути карту и тычь мышой на вейпоинт предпочитаемого города вручную либо лети куда разрабами задумано возможности назначения домашней точки таверны в конкретном полюбившимся городе также нет ровно как и некого списка крупных вейпоинтов говоря о карте лично у меня периодически возникают сложности с выделением и выбором объектов на ней быть то вейпоинты входы в подземелье либо области сайт квестов так и не понял с чем это связано то ли с режимом боя то ли с очередью действий то ли это глюк в целом приходится разок-другой переоткрывать туда-сюда интерфейс для того чтобы карта отлипла и объекты вновь стали интерактивными под курсором мыши кстати заметок и маркеров на карте ставить нельзя кроме одной единственной маршрутной точки так что если например наметил сходить подряд в подземелье а бы еще в ц ну собрать аспекты в кодекс запоминай маршрут в уме и тренирует память ну и под завязочку маленький квест лук в котором видно только один активный сайт квест мелочь и неприятно да скорее всего все озвученное поправит и отладят в ближайшее время патч 103 тому пример но у меня вопрос а почему это вообще попал в релиз после всех этапов тестирования начиная от family and friends и вплоть до обт после всего объема фидбэка как думали чем думали вообще думали тут уж начинаешь сомневаться но не только относительно качество обработки фидбэка пользователей но и а то а пробовали ли сами разработчики в свой продукт играть по-человечье а не на уровне современных играшуров поскольку подобные шероховатости и мелочи недопустимы по умолчанию в силу своей очевидности даже в зародыши стыдно в этой ситуации мы просто наше это самое мы уже здесь наша полномочия все окончено а и 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 ну вроде продышались и сбросили балласть как с куста Опыт и прокачка. Вскользь затронем и эту тему. Много информации ходит о том, что постоянно нерфят возможности пауэр-левелинга, а среднее время для достижения сотого уровня – порядка 150 часов. Лично у меня на текущем уровне персонажа занимает около 2 часов на левел, с учетом того, что опыт я получаю исключительно от игры в рифтах, где прохождение каждого в среднем длится 7-10 минут, плюс время на перебежки, плюс время на продажу и размор шмота, да и прочую рутину. Согласно информации из патчноутов 1.0.3, опыта в данжи добавили, а перебежки упразднили. Если получится по итогу порядка полутора часов на левел, это при игре в соло, или же около часа игрового времени при игре в группе, ну на мой взгляд цифра приемлемая, в том числе для казуального сессионного геймплея по вечерам. Шоп, он же внутриигровой магазин. Здесь пока кратко. В настоящий момент содержит небольшой ассортимент скинчиков, костюмчиков и коняшек. Время покажет. Лично мне вполне хватает и базовых шмоток на трансмок для персонажа, а все то, что предложено в шопе, не впечатляет от слова совсем. Боевка и темп игры. Обязательно стоит упомянуть и их, поскольку для меня это краеугольные аспекты вне зависимости от жанра. Ну что тут особо сказать. Пример геймплея в хай-энде все это время крутился где-то на фоне. Наверное, лучше всего подойдет слово «плейм». Генератор, генератор, спендер, бурст, сейв, ульта, додж, кайт, спендер, спендер. Повторить. Откровенно говоря, данная область в рамках целого жанра ничем новым давно уже не удивляет. Сверхинновационных идей в обозримом прошлом не было, да и в принципе сложно припомнить как таковых. Порой складывается впечатление, что все возможное уже придумано. Но, однако, при должном уровне фантазии и желания и из семи привычных нот собираются шедевры, если захотеть. А так, ну да, дочь по умолчанию на отдельном бинде. Ну да, брейк-бар появился у боссов. Ну да, безмодной ныне системы синергии статус-эффектов или элементов окружения. Да по сути, все как у людей. Клиф, конус, граунд, телеграфы, фронталки и прочие вулы. Кликай, клац и стирай мышу. Гомонись, чего ты еще хотел от изометрического хак-н-слэш? Хотел. По логике и в силу озвученного, все эти особенности и шероховатости могут и должны нивелироваться интересными босс-файтами и сценариями боя. А вот с этим... Так, а что там по контенту? А мало его. После прохождения сюжетной кампании нам, по большому счету, предложено следующее. Опен-ворлд и его команда. Сюда включаем случайные ивенты, в том числе групповые, систему поручений, привычную нам по Диабло 3, воруд боссов, 3 штуки, каждый с недельным КД, и глобальное событие Адский Прилив, он же Хелл Тайт. Кошмарные подземелья, то есть местные рифты, они же порталы, они же ключи. Собственно, именно эта система и выглядит как основная хай-энд активность, каковой она и являлась в Диабло 3. Есть целый один убер-босс, однако и тот считается опциональным, поскольку специфик лута с него не падает. А тюна, то есть особенных условий для доступа к нему, он не требует, он просто есть. А наградой выступают ачивки, титулы, конь, ну и баф на эго и самооценку игрока, босса заборовшего. Достаточно ли эта мотивация конкретно для тебя решать каждому самостоятельно? ПВП. Про него сказать ничего не могу, ибо сам ни разу не участвовал и даже не проходил мимо. Что там и как, какие награды и системы видел лишь края муха. Имеется своя валюта со своим принципом Абнала и своя Кадала за эту валюту торгующая. Лично для меня, ПВП всегда стояло особняком, что в Диабло 2, что в Диабло 3, что в прочих играх данного жанра. Да и существенного акцента на нем знакомые мне разработчики зачастую не ставили, вкладывая основные ресурсы и усилия в развитие ПВЕ систем. Предлагаю Чук задержаться на некоторых из вышеназванных пунктов отдельно. Ох уж это топен ворлд. Начнем с него. Бич и опухоль современной индустрии, перед которым не устояли даже сильные мира сего. Как всегда большой, как всегда пустой, как всегда однообразный. Аванпосты с джиггернаутами естественно в комплекте. Бегать вы будете. И будете долго, даже на коне. Минуя кучки аутирующих мобов-болванчиков, чередующиеся случайными ивентами. И особенно в ходе сюжетной кампании. Поэтому поднадоесть он вам постарается. А главное, что с учетом угла обзора и небольшой дальности камеры, ничего особо и не видно. Оценить красоты мира в перспективе и работу художников при этом не получается. Видны лишь только детали ландшафта под ногами вокруг персонажа. Вот тут у нас снег, а вот тут у нас лес. Тут у нас болото. Миядзаки, привет. А вот тут у нас песок, куда без него. А вот здесь еще одно болото, но красное. Вроде. Миядзаки, привет. А какой опен ворлд без собирательства и комплекционизма? Система прокачки ренована, ну то есть известности, в разрезе каждого акта напрямую привязана к тому. Найди алтарь лилит, получи балл. Открой вейпоинт, получи два балла. Выполнил сайт квеста, держи еще два балла, заслужил. Прошел подземелье, три балла, а теперь сходи и зачисти аванпос, получишь сразу десять. И тому подобное типичная банальная мишура. И всего этого очень много. Но для примера возьмем алтарь лилит, их кстати 160 штук, которые как бы запрятаны по уголкам и нычкам на глобальной карте, хотя порой стоят и на вполне очевидных местах. Большая часть алтарей дают минорный прирост к базовым характеристикам. Сила, ловкость, вменяемость. Но есть штуки четыре, которые дают очки парагона. Лично взял только их, а на остальные забил. Вовсе. За уровни же известности, а их пять, в каждом акте предполагается своя награда, включающая в себя в том числе и очки умений и очки парагона. Скажу откровенно, ничем подобным, ну кроме тех четырех алтарей лилит, я намеренно не занимался, да и вряд ли бую, если не прижмет минмакс. Однако, в ходе прохождения сюжетной кампании, а особенно в первые часов 10-15, на свежем интересе, Оно как-то само собой взяло и прокачалось. Практически в каждом акте уровня так до третьего-четвертого. И, по сути, наиболее ключевые реварды таким образом я уже открыл. Сайдквесты. Практически видел. Тех, что видел и не проскипал, проглядывается идея дополнительного раскрытия лора и глубины атмосферы происходящих событий. Ну вот основательно и целенаправленно в это все погружаться. Что-то для отдельных ценителей, к которым я сам, наверное, не отношусь, и Ричарда Кнака от Мэтта Бёрнса отличить не смогу. Идем далее. Ивенты, то есть события, встречаемые в Open World. Обычный пул регулярно повторяемых активностей по типу Убей пять волн врагов за время, Защити NPC за время, Убей и собери души с мобов за время, Ну или и Победи трех злодеев, А потом головнюка побольше. Все это не удивляет настолько же, Насколько не вдохновляет. Делаются зачастую по принципу, Я тут мимо крокодила, А пацаны постарались. Аналогичные по механике ивенты, Нередкость в рифтах. Проклятые сундуки, Так же никуда не делись, Поэтому встречаются, При поддержке в лице проклятых шрайнов, И проклятых колодцев. Крупные ивенты, А-ля вторжения легиона, Да, те же яйца, Только в профиль, Разве что, По умолчанию, Ориентированные на группу игроков, Набегающих со всей округи. И на выходе, В случае великой победы, Такого альянса, Там порой, Аж три сундука с лутом, А не один. Все вышесказанное, По сути, Касается и ворлбоссов, Которые на Т4, Зергаются менее чем за минуту, Толпой мимо крокодила. Опасности и интереса, Не представляют. Просто, Манекены с лутом, И недельным кд. Да, и кстати, За выполнение ивентов, Вас будут награждать, В том числе, И местным аналогом, Кровавых осколков, Ныне называемых, Шепчущими оболами. А значит, Дело пахнет кадалой. Кадала есть, Но в новом исполнении, И теперь зовется, Бордавцом диковин. Этот NPC, Рад встрече, С желающими, Погэмблить, В каждом крупном городе. Но вот, Большого смысла в том, Я лично, Не ощутил. Фишит, Недостающие сетовые куски, Теперь больше не надо, Поскольку, И сетов в игре нет. Кровавые осколки, То есть, Шепчущие оболы, Если и падают, То не в таком объеме, К которому, Мы могли привыкнуть, В грейт рифтах. А следственно, Рассматривать, Кадалу, Как полноценный, Источник добычи, Шмота, Не получается. Возможно, Она и имеет, Какую-то ценность, Если стоит задача, Например, Отловить конкретный аспект, Прокающий, Условно только на ботинках. Однако, С тем количеством дропа, Что я получаю только из рифтов, Дефицита легендарок, А следственно, И аспектов, Я не ощутил. Уники же, Вовсе с нее не гемблятся, Либо, Если и гемблятся, То вероятность тому, Крайне мала. Да и подтверждений обратного, Я не видел. Также, У нее можно, Купить ключи, Для закрытых сундуков, Что якобы, Попрятаны, По опен ворлду. Лично, Открыл, Штук 7 или 8. Ну, Тех, Что случайно, Попались на глаза. И из них, Абсолютно, Ничего не упало. Поэтому, И эту идею, Можно списать, Вутиль, За неоправданностью. Система поручений. Практически, В копирку, Повторение, Оригинальной системы, Из Диабло 3. Но, Размазанная, И натянутая, На всю, Глобальную карту, Пресловутого, Опен воруда. Все тут же, Напор задач. Убей, Подай, Пошел, Нафиг не мешай. То есть, Собранных, Из всех, Базовых, Подвигов. От, Вычищения, Загаженных, Демонами, Конюшен, До героического забрасывания ворлбосса пластиковыми стаканчиками. Каждое выполненное поручение имеет свой вес от 1 до 5 баллов, в зависимости от сложности. И при достижении 10 баллов, прогресс сдается чудо-дубу с местного болота, который на выбор предложит вам 3 коробки с наградами, но иногда импровутыми. Внутри коробок, да что гоблина убил, ресурсы, легендарки, оники, когда одна, когда две, три, как повезет. Повторять процесс можно по кругу бесконечно, специфик лута не замечен. Говоря о гоблинах, они есть. Бывают даже в количестве нескольких штук, а вот про огромные поляны гоблинов не слышу. Самой мамки гоблинов замечено пока не было, ровно как и коровьего уровня. Helltide. Он же адский прилив. Глобальное событие, регулярно проходящее в какой-либо из локаций мира. Ну ничего выдающегося и отличающегося. Все тот же перечень задач, беймоб, беймобов потолще, да дело ивенты. Ну, несколько в иных декорациях. Есть небольшое исключение. С убитых болванчиков будут дропаться особые монетки, накапливаемые до конца текущего ивента. А их обнал происходит через специальные сундуки, разбросанные по локациям. В сундуках частично предопределенный дроп. По типу, тут у нас сундук с шапками, а тут с двурами. А вот особо ценный сундук с сюрпризом внутри. Стоимость открытия сундуков также несколько разнится. В случае смерти персонажа в процессе ивента, половина накопленной валюты будет вами утеряна, что вроде как должно наталкивать на хай риск хай ревард концепцию. Однако никаких штрафов за обилие кэша на кармане игрой не предусмотрено. И никакого гоптского десанта за богатенькими буратинами демоническое командование не высылает. А ведь подобное могло разнообразить геймплей и добавить своей глубины. Тем более, что методов реализации таких концепций прут прути, ровно как и мета-ивендов. А нет. И так сойдет. Поэтому говорить о глобальности или эпичности происходящего не получается. А вот о чем стоит сказать, так это о том, что данное событие основной способ получения двух редких крафтовых реагентов. Рос и душ. Требуемых для оптимизации топ-тиргира. То есть, хочешь не хочешь, а хочешь. И бегать сюда тебе все-таки придется. Как говорилось, что приролить эпик фарми розочки осел. Рифты. Они же ключи, они же данжи, порталы, кошмарные подземелья. Поправьте меня, если это не тот контент, который и задумывался под энгейм. Собственно, именно в нем я и провел большую часть времени после прохождения сюжетной кампании. Простыми словами, представляют собой плод порочной любви привычных нам рифтов в Диабло 3 и ключей мифик плюс из Вова. Поэтому свои элементы система унаследовала и от папы, и от мамы. Ну, например, из Вова тут очевидны глобальные аффиксы на карте. По типу, периодически под ногами будет лужа. Не стой в огне. Но главное все-таки сказать, чего тут нет. А нет тут таймера и шкалы прогресса. Хотя они в подобных случаях выступают и условием, и мотивацией, к которым привязывают лучшие реварды, рейтинг, учет прогресса, лидерборд и все тому подобные фундаментальные элементы хай-энд системы. Единственное ограничение – 4 смерти на ран. Но умирать на мапе – это мы умеем. Возвращаясь к теме дележки маминого и папиного наследства. В общем, внутри рифтов встречаются ивенты, хотя в связи с отсутствием таймера и шкалы прогресса, куда они могли бы заливать проценты. Ценность их не особо отличается от опенворлдов, и аффектятся они только уровнем самого ключа. Встречаются шрайны, святилища. Их проклятая версия, и проклятые сундуки тоже. Встречаются гоблины. Иногда прибегает бурч. Ну амбуш да амбуш. Как прибегает, так и убегает. Иногда на щите, иногда под щитом. Говорят, к нему прикручен специфик дроб. Подтвердить не могу, ибо по памяти не особо заметил. А его вот именной топор дважды лутал из иных источников. Что касается финальных боссов в донжах. Ну да, обычные, привычные деревянные солдатики семени Джанка Фета. Интуитивно понятные и прозрачные. А поэтому фантазии и челленджам не блещут. Да это и не их задача. В конце, по итогу прохождения рифта, вам дадут прокачать легендарные самоцветы. Ну то и символы, как они сейчас называются. Думаю, в целом идея уже понятна. Ключи для доступа в рифты падают. Как внутрь, так и снаружи. Крафтятся у оккультиста, а ненужные распыляются на ресурсы для рекрафта. Дефицита не ощущается. Максимальный левел ключа сотый. Там вас будут ждать эльфы 154 уровня. В настоящий момент ростер насчитывает порядка 30 различных подземелий. И на мой взгляд, этого мало. Тем более, что проносятся они в среднем минут за 10. Полагаю, что их пул будет постепенно расширен до всех имеющихся подземелий в игре, которых на текущий момент насчитывается порядка 150 штук. Лично не вижу в том никакой сложности для реализации, кроме нежелания самих разработчиков. Тут главной для меня проблемой является то, что в каждом из рифтов, в каком-то смысле, предопределен роут. То есть, попадая в тот, где на первом этапе необходимо освободить 6 узников, а после найти ключ от двери с боссом, вы каждый раз будете делать одно и то же, а следственно уже на третий день тебе начинает мозолить глаз. Что касается имеющегося набора глобальных аффиксов на карте, призванных разнообразить игровой процесс, тут, на мой взгляд, существенного влияния на геймплей они не оказывают, да и роут не модифицируют, лишь доставляют минорные неудобства. Поэтому с такими вводными нужно брать количество. Если доступных подземелий было бы 150 штук, то увеличился бы и период рефармы. Любители Тервера даже могут рассчитать точные значения для подтверждения данной теории. Вместе с тем, возрос бы и объем эндорфина с дофамином от получения ключа к особо ценным, любимым и популярным рифтам у игроков. За сим по данной теме, наверное, все, ибо ключевые моменты я осветил. Добавлю разве что, лут сыпется по ходу всего донжа, руинит флот, тем более без лут-фильтра. Я не исключаю и сильно не удивлюсь, если в перспективе появится некая система Uber Grade ключей рифтов данжей плюс плюс, в котором уже и будут таймер, шкала прогресса, специфик вуд, разные разности и вкусные вкусности, и сверхлегендарные самоцветы, да и лут будет падать валовым итогом после прохождения. Но пока ешьте, что дают. В сухом остатке. Прошло 23 года с Diablo 2, 11 лет с Diablo 3 и 9 лет с его крупного дополнения, видоизменившего хай-энд далеко не в одном проекте. Также не стояли и не стоят на месте конкуренты-аналоги на рынке за обозримую ретроспективу, у которых точно можно было бы подчеркнуть вдохновение. Да чего уж там говорить, в плане заимствования чужих идей у разработчика никогда не было особых проблем. Брали, декомпилировали. Однако в сухом остатке имеем дефицит этих самых новых и свежих идей, ровно как и заимствовало. Мы возьмем широкими мазками, судите сами. Рифты? Присутствуют. Поручения? Тут. Кадала теперь продавец диковинок? На месте. Парагон? Есть. Легендарные самоцветы? Теперь символы? Есть. Филлеры по типу ивентов, гоблинов и шрайнов? Присутствуют. Билдостроение? По моим меркам упрощено. Кубка Найи на максималках? Есть. Теперь аспекты. Повторюсь, что данная система в целом неплоха сама по себе, но рассматривать ее отдельно, в отрыве от этемизации в целом, некорректно. А там уников мало, сетов нет, крафта нет, рун не дождетесь, имплиситы в зачаточном состоянии. Лутфильтр где? А что из нового? Сюжет с постановочными катсценами? Алхимия? Пресловутый open world со всеми вытекающими особенностями от аванпостов с собирательством и локационных ивентов с ворбосами до коня, реновно и сайт-квестов для его заполнения. Потуки в ММО? Ну, исключительно номинальные, без фундаментальных ММО-систем. Ну и квази-обер-контент. Да, все это, возможно, исправят, добавят, поправят, допилят где-то там, в прекрасном далеком. Патчами, апдейтами, сезонами, экспаншенами. Но сейчас получается, что в очередной раз на релизе выкатили сыроватый продукт для платного бета-теста. А четкого опубликованного роатмапа хотя бы на текущий год я не обнаружил. Потому и неясны планы и перспективы проекта на будущее. Свои опасения также набивают акцент на развитии систем сезон пасса и шопа, которые уже заявлены как неотъемлемая часть игры. Что они будут из себя представлять и как отразятся на игровом процессе игроков в целом. Какие новшества принесут с собой сезоны на примере первого и что будет введено в хай-енд системы и игру одновременно с его запуском. Но предлагаю не гадать. Тем более не ждать и не загадывать. Очередной чекпоинт у проекта ожидается где-то во второй половине июля. Будем посмотреть. Что ж, вот такой вот получился поток сознания. И я даже нахожу прагматичным тот факт, что все изложенное теперь не заполняет мои мысли и не отвлекает на себя. Ну, как в старом анекдоте, помните, пусть теперь у него голова болит. Однако, позволю себе еще одну вольность в качестве эпилога. Студия, некогда задававшая вектор развития индустрии, ныне же в современном своем виде в очередной раз приглашает в прогрессивный клуб любителей пощекотать тренды. Да, к сожалению, с каждым годом он забирает лучших из нас. Прошло 23 годы, плак, плак, ну, я старик. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok